Депутаты Ниницкого округа выступили за увеличение возраста жилого дома, как и условия при покупке жилья по программе 1% ипотеки с 15 до 20 лет. Инициатива была озвучена на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Ограничение по сроку эксплуатации домов вызвало бурную дискуссию среди парламентариев. В свою очередь, сегодня глава региона Игорь Кошин предложил увеличить возраст домов до 25 лет. Проект новой программы ипотечного жилищного кредитования был представлен администрацией региона в августе. После обсуждения на площадке общественной палаты документ попал под пристальное внимание парламентариев. Напомню, новая ипотечная программа предусматривает ставку для заемщика 1% годовых. Срок субсидирования составит 15 лет, а приобрести жилье станет возможным как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако для вторички вводятся ограничения. Жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным. Он должен быть построен не более 15 лет назад, а стоимость квадратного метра не должна превышать 65 тысяч рублей на вторичке и 75 тысяч на первичном рынке. Ограничение по возрасту жилого дома вызвало немало вопросов среди депутатов. Почему 15 лет? Ведь представитель банка четко сказал на той встрече, в любом случае будет оцениваться. Понимаете? То есть банк не боится, а он готов оценивать и потом давать ответ. Вы-то почему сами ограничиваете? Я считаю, что ограничивать нельзя, потому что чем больше срок этот, тем ниже будет цена, и тем больше количества людей будет доступно это жилье. Понимаете? А вы хотите ограничить 15 годами, это самые высокие, дорогие квартиры. Нужно думать о том, чтобы оживить рынок, люди с зарплатой в 15-20, они будут покупать более дешевое жилье. Те, например, у кого зарплата больше, они это жилье продадут вот этим людям и купят себе более дорогое жилье. И рынок оживится. Те дома, которые даже 20, может, 30 лет назад построены, может даже больше еще простоят, чем те, которые в последние годы построены, так называемые, боезеты. По словам Татьяны Лагвиненко, такое условие, как возраст дома, позволит исключить покупку жителями региона жилья в предаварийном состоянии. Купив квартиру в доме с 30-летней историей, через 15 лет, к окончанию срока выплаты кредита, собственники будут вновь нуждаться в улучшении жилищных условий. Поэтому ограничение по возрасту дома должно оставаться непременным условием новой программы. И еще один вопрос, который заинтересовал депутатов – ограничение по стоимости квадратного метра жилья. Когда социальная ипотека пошла, очень резко квартиры поднялись в цене, только из-за того, что пошел большой спрос. Здесь же цена среднерыночная. Это цена на сегодняшний день, они завышены, они занижены. Это те цены, по которым сегодня продают квартиры. Что касаемо продаж квартир, почему-то у многих этот закон ассоциируется с возможностью продать квартиры. Вот еще раз хочу немножко обратить внимание, что закон разработан непосредственно на приобретение жилья, а не на продажу. Насколько мы бы не обсуждали, мы все равно возвращаемся, что вот те не смогут продать, те не смогут продать, а по какой цене не продать. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали администрации доработать законопроект об 1-процентной ипотеке и увеличить срок эксплуатации жилого дома, в котором приобретается квартира, до 20 лет. В свою очередь глава региона Игорь Кошин предложил увеличить возраст домов с 15 до 25 лет. Доработанный законопроект будет рассмотрен на сессии 21 сентября.